Музыка Новруз не случайно так вовлекает в свою орбиту людей самых разных национальностей, из разных регионов и так далее, потому что это удивительный по своей идеологии, по своей философии праздник. Это очень древний праздник, ему, если я скажу 7 тысяч лет, я почти ничего не знаю, если скажу 10 тысяч лет, ну, доказать это просто невозможно, поскольку это очень древний праздник, который уходит вообще в седую древность своими корнями. Никто не сможет сказать, когда точно он был установлен. Хотя в Шахна-Мефердоусе есть такая легенда, что установил его царь Джамшит, это легендарный царь иранский, установил царь Джамшит. Но почему он так интересен для людей самых разных национальностей, народов и регионов планеты? По некоторым данным, по данным ЮНЕСКО, его празднуют сейчас более 300 миллионов человек на планете. Согласитесь, что это очень такой масштабный праздник, не случайно Организация Объединенных Наций в ЮНЕСКО приняли решение внести Навруз в список нематериального культурного наследия человечества. Так вот, мне представляется, что те основные нравственные принципы, которые были заложены в Наврузии сначала, они и являются тем привлекательным моментом, который вот так пленит разные народы. Что это за моменты? Ну, во-первых, надо сказать, что это праздник календарный, астрономический. Его основные идеи каковы? Во-вторых, весной в день равноденствия он праздновался, а день равноденствия, когда день и ночь, да, весной по продолжительности одинаковые, во-первых. Во-вторых, закончилась зима, началась весна, наступило время полевых работ, значит, уже можно первое семя бросить в землю, и, следовательно, о чем надо думать? Нужно думать о том, чтобы был хороший урожай, чтобы не было голода, чтобы было благополучие, чтобы фаришта, то есть ангелы, пришли в твой дом, чтобы они осенили и защитили тебя, а раз все это должно быть, значит, в доме должно быть чисто, все убирается, все обновляется, все члены семьи надевают новые одежды и так далее и тому подобное. Прощаются все грехи, забываются все невзгоды, ну и так далее и тому подобное. И вот это, вот это вот, да еще даже больше того, зажигаются костры, через которые прыгают, потому что огонь священен, он очищает от грехов и так далее. Вот эти основные нравственные начала, которые были заложены в Наврузии, вот это дружелюбие, вот это желание благополучия, желание всем простить и так далее, и поклонение, конечно, солнцу, земле, воде, который священный, потому что они дают жизнь. Вот эти вот нравственные основы, они привлекательны, согласитесь, для всех.